Приветствую всех! Меня зовут дядя Митя и я сейчас нахожусь на Шиловском плацдарме. Раньше здесь находилось село Шилово, но во Вторую мировую войну оно было полностью уничтожено. Многие воронежцы знают историю Чижовского плацдарма и легендарной ротонды, а также можете ознакомиться с этим на моем канале. Но мало кто из местных жителей может вспомнить о таком значительном месте, как Шиловский плацдарм. Ведь именно здесь, в 1942 году, велись ожесточенные бои. Немцы заняли очень хорошую позицию на холмах правого берега реки Воронеж. Советские войска были в менее выгодном положении. Они заняли подножье холмов, прячась от врагов за редкими кустами и кое-где стоящими отдельными деревьями. Шиловский плацдарм был отвлекающим маневром при освобождении Воронежа. Этот памятник был изготовлен на авиационном заводе из алюминия, который применяется при строительстве самолета Ил-2. На этом памятнике изображены люди разных возрастов и такое чувство, как будто они парят над землей и их души. В довоенное время на этом месте было одноименное село Шилово. После войны село просуществовало до 70-х годов прошлого столетия. Во время строительства Воронежской атомной электростанции было принято решение о расселении людей, проживающих здесь. В Шиловском лесу до сих пор находят останки погибшего во Вторую мировую войну. В 2014 году было последнее захоронение здесь рядом с Братской могилой. Попасть в Шиловском плацдарму со стороны АЭС нет возможности. Вам преграждает путь шлагбаум с охраной. Но можно свернуть налево рядом с плотиной, проехать пару километров. Поднимаясь от берега реки Воронеж на вершину холмов, невольно задумываешься, насколько сложно было для советских солдат преодолеть это расстояние под натиском пуль. На свершину открывается потрясающий вид на пойму реки. К сожалению, эти места помнят страшные события. Уцелевшие стены церкви частично отремонтированы, но все равно кое-где виднеются следы от пули снарядов. Сверху на церковь был установлен новый купол. Он сверкает во все стороны, и именно его видно от подножних холмов. Единственным свидетелем тех страшных времен осталась эта церковь. А само Шилово перенесено в другое место. Поэтому, если вы не знаете, куда идти, можно смело ориентироваться по куполу старинной церкви. Первую реставрацию мемориального комплекса Шиловский плацдарм провели в начале нулевых. Тогда же были выбиты фамилии защитников на гранитных плитах. Памятник, установленный на плацдарме, уникален. Но в 90-х годах заднюю часть алюминиевого памятника украли вандалы. И эффект выхода из воды был потерян. Также было изуродовано лицо одного из бойцов. Памятник очень красивый и необычный. Поэтому, когда узнаешь о таком вандализме, становится горько и обидно за этих людей. Здесь находится братская могила, в которой захоронены не только бойцы, сражавшиеся за освобождение Воронежа, но и местные жители. Всего более тысячи человек покоятся в этом месте. К сожалению, не все имена известны. Здесь было много погибших. Среди мирных людей и военных. И все они захоронены здесь, в братской могиле. Шиловский плацдарм – это еще одна рана на теле нашей страны, оставленная захватчиками во время Второй мировой войны. Это была стратегическая высота. За нее шли ожесточенные бои. Ребят, кому понравилось мое видео, не забывайте на меня подписываться. Меня зовут дядя Митя. И посмотрите, какая здесь красота. Спасибо нашим дедам, что они отвоевали. Это все от немцев. Всем удачи и пока! Пока!